Всем привет, с вами Маха, и сегодня у нас с вами будет видео, которого давно не было. Это будет у нас с вами распаковка. Вау, серьезно? Наконец-то! Наконец коробки на этом канале, потому что в последнее время фигурки я беру на ВБ, а там нету никаких коробок, там просто тебе приводят все в пакете. Это неинтересно. Теперь у нас что-то интересное. Значит, заказ у нас 1С Интерес. Интересный был способ доставки, в пятерочку мне его доставили. Вот, так что да, имейте ввиду, теперь можно не только очередь отстоять ради Доширака, но еще и фигурку забрать. Что ж, давайте медленно начнем ее открывать. К сожалению, фигурки из этой серии сейчас стали редкостью. Вот за что я не люблю фигурки Фанку, это то, что если ты захотел кого-то персонажа, то, вероятно, ты его уже нигде никогда не найдешь, потому что ну все, продали, делать заново мы не будем. То есть с Фигмами не так, с Ниндероидами не так, с ними все намного легче, а вот с Фанку нет. Они капризные. Да, сегодня опять фигурка Фанку. Когда я поняла то, что очень скоро и эту фигурку купят, я ее уже нигде нифига не найду, я начала паниковать и решила ее купить сейчас. Больше не откладывать на потом. Это у нас кто? Правильно, это у нас Кенни. Так, фигурка стоила 1300. Это, если кому интересно. К сожалению, сейчас фигурки по Титанам практически нигде не найти. Это очень и очень грустно. Сейчас еще возможно найти Эмира Кристо, но как бы, блин, почему я не могу купить Леви, там, не знаю, Эрона? Нафиг мне Эмира Кристо спрашивается? Кажется, я поняла, зачем мне Эмира Кристо. Если я их куплю, то мне впервые соберется вся серия фигурок Фанку. Потому что Ханжи и Эрвин у меня уже есть. Я в прошлом году, летом, снимала распаковку на Эрвина из этой серии. Говорила то, что мне в срочном порядке нужна еще Ханжи и Кенни. Поздравляю, спустя год, больше года, у меня они появились. Давайте не будем заострять внимание на упаковке. Откроем уже самого Кенни. А что такая покраска плохая, брат? Кенни без подставки? Странно. Странно, потому что такие фигурки обычно с подставкой. У меня Энни с подставкой была. Блин, а теперь на серьезных щах хочу купить себе еще и Мир с Кристой. И снять обзор уже на всю серию этих фигурок. Но, к сожалению, наверное, у меня коробка от Эрвина не сохранилась. Продолжаю отрицать миф о том, что если у мужиков длинные волосы, то автоматически они мне нравятся. Я все еще говорю, нет, с чего вы это взяли? Ну, просто как бы, ну, Кенни, да, он мне очень понравился по аниме. Крутой пацан. Такой вот мужичок. Еще бы племянника его мне на полку, было бы вообще прекрасно. Но, к сожалению, да, кто не успел купить фигурки, тот не успел. Мы ничем помочь вам не можем, понимаете ли вы? Очень он массивным ощущается в руках. Не, ну, со шляпой произошла действительно шляпа, потому что покраска, какие-то непонятные потертости. Ну, почему так? Я не понимаю. Проработанный костюм. С двух сторон проработанный костюм. Голова очень перевешивает, она невероятно тяжелая. Бороденку как-то кривовато еще покрасили. У него бровь пропала, ребят. Ну, это ладно, это уже. Окей. Господи, какая красота. Короче, я надеюсь, что мы с вами соберем всю серию этих фигурок в итоге. И я замучу большой обзор на них всех. Потому что, как бы, ну, сделать обзор на всю серию Фанку, кажется, это что-то новенькое на этом канале. Почему бы и нет? Ну, вообще, я все-таки в глубине души надеюсь на то, что когда-нибудь у меня появится Леви Фанку. Это уже совсем другая история. Спасибо за то, что это видео посмотрели, послушали мое негодование. Поняли то, что Кенни мне тоже нравится как персонаж. Он реально классный дядька, ну, вы посмотрите. Вот. Лайк, подписка, всем пока.